В отличие от стандартных контейнеров, обобщенные алгоритмы STL классифицировать не так просто, ввиду их сравнительной многочисленности. Впрочем, мы и не будем ставить перед собой такой цели, а познакомимся с теми категориями обобщенных алгоритмов, которые наиболее важны для нас в первую очередь с архитектурной точки зрения. Часть из интересующих нас категорий представлена на дереве данного слайда. Часть категорий мы увидим и обсудим в ходе дальнейшего разговора. И для начала обратим наше внимание на так называемые последовательные алгоритмы STL. Последовательные алгоритмы бывают двух видов. Модифицирующие и не модифицирующие контейнер. К алгоритмам, которые не меняют содержимое контейнера, то есть являются не модифицирующими, относятся к примеру алгоритмы поиска или подсчета интересующих нас значений. В то же время модифицирующие алгоритмы это в первую очередь алгоритмы сортировки или напротив случайного перемешивания значений. К этой же модифицирующей категории относятся алгоритмы замены значений и инверсии порядка следования элементов контейнера. Только что упомянутые нами алгоритмы сортировки относятся к еще одной категории. Они являются не только модифицирующими алгоритмами, но и алгоритмами упорядочения. В этом нет никакой ошибки, поскольку многие категории алгоритмов STL, построенные по разным основаниям классификации, в некотором смысле ортогональны. То есть независимы одна от другой и могут естественным образом перекрываться. Как алгоритм упорядочения, обобщенный алгоритм SORT является характерным примером алгоритма, работа которого основана на установлении отношения частичного порядка на элементах контейнера. Еще одна интересная для нас категория – это алгоритмы на числах. Эта категория алгоритмов была и остается одной из самых малочисленных в составе библиотеки STL. И до диалекта C++11 насчитывала всего 4 элемента. С появлением C++11 и обобщенного алгоритма йота, который также относится к этой категории, их число достигло 5. Исторически первую четверку алгоритмов на числах мы с вами еще рассмотрим, как наглядный пример идеи обобщения арифметических и алгебраических операций. Пока же, завершая наш беглый обзор вариантов классификации и категорий обобщенных алгоритмов STL, обратим свое внимание еще на некоторые категории. Категории копирующих алгоритмов и работающих на месте взаимно дополняют друг друга. Алгоритмы, работающие на месте, в случае необходимости модифицируют тот контейнер, который был передан им на вход. В свою очередь копирующие алгоритмы, как напрямую следует из их названия, создают новый контейнер, который является либо точной копией существующего, либо копией, которая подверглась той или иной модификации. Далеко не все алгоритмы имеют двойную реализацию. К примеру, двойную реализацию, то есть копирующий и не копирующий или работающий на месте вариант, имеет алгоритм замены значения. Казалось бы, чем алгоритм замены значения лучше или хуже алгоритма сортировки? Который всегда работает на месте и лишен копирующего варианта в составе стейль. Причина заключается в том, что для алгоритма замены значения это более рационально. Попробуем разобраться в том, что это означает в теории и на практике. Алгоритм замены значений должен для выполнения своей миссии обойти контейнер или его часть целиком. Таким образом, сложность алгоритма Replace является линейной. Аналогично, линейной является и сложность копирования. Для того, чтобы убедиться в этом, достаточно ознакомиться с оценкой временной сложности алгоритма копий, который не делает ничего, кроме формирования копии уже существующего контейнера. Таким образом, последовательное выполнение операции замены значения и копирования результирующего контейнера или наоборот копирования исходного контейнера и замены интересующих нас значений уже в нем имеет в совокупности сложность 2О от N. В то же время задачу копирования и замены значений можно выполнить не за 2 прохода по контейнеру, а за 1. И тогда с точностью до коэффициентов сложность решения этой совокупной задачи окажется вдвое меньше. То есть О большое от N. По этой причине объединение двух таких разнородных задач в одну является целесообразным. В то же время временная сложность сортировки, в худшем случае, именно он и декларируется в оценке библиотеки СТЛ, является квадратичным. О большое от N в квадрате. Очевидно, что О большое от N в квадрате существенно больше, чем О большое от N для больших значений количества элементов контейнера. Соответственно, сложностью О большое от N на фоне О большое от N в квадрате и даже на фоне О большое от N логарифмов N, а именно такой является сложной сортировки, в среднем можно пренебречь. По этой причине существование алгоритма сортировки, который не только сортирует, но и копирует значения в новый контейнер, нецелесообразно по причине необоснованного расширения списка обобщенных алгоритмов без какого-либо выигрыша по скорости операций. Еще одной ортогональной по отношению к двум предыдущим категории алгоритмов СТЛ является категория алгоритмов, принимающих на вход функциональный параметр. Чаще всего таким параметром является унарный или бинарный предикат. Заметим, что унарные и бинарные предикаты должны подчиняться определенным требованиям к их сигнатурам и иметь логический, что очевидно, результат выполнения соответствующих функций. Для унификации подхода к формированию таких унарных и бинарных предикатов мы как разработчики, использующие возможности СТЛ можем наследовать свои собственные предикаты реализованные как функциональные объекты или классы-функторы от приведенных на данном слайде шаблонов Unary Function и Binary Function соответственно. Чуть позже мы познакомимся с организацией обоих этих шаблонов и убедимся в том, что они чрезвычайно легковесны и не создают никакой нагрузки с точки зрения производительности итогового кода. Успешная и предсказуемая работа алгоритмов упорядочения например, алгоритма сортировки зависит от того, каким образом на несущем множестве, множестве элементов контейнера определена операция их сравнения. Операция сравнения, реализованная как функция сравнения должна индуцировать на соответствующем контейнере определенный порядок. К отношению сравнения предъявляются всего два требования, которые наглядно в формальном виде проиллюстрированы данным слайдом. Во-первых, это отношение должно обладать качеством транзитивности. Во-вторых, оно должно быть определено для взятой произвольным образом пары значений одним из трех способов. Для элементов x, y должно выполняться, что, например, x меньше y, y меньше x, либо ни то, ни другое. Если про два элемента x и y нельзя сказать, что они находятся по отношению друг к другу в соответствующем отношении сравнения, то по этому отношению сравнения два элемента x и y входят в один и тот же класс эквивалентности. Иными словами, они эквивалентны по данному отношению, хотя могут быть и не равны один другому. Чтобы проиллюстрировать взаимосвязь понятий эквивалентности и равенства значений, достаточно обратиться к простому примеру. Сравнение строк символов без учета регистра. Действительно, строки, записанные или набранные верхним и нижним регистром, будут отличаться как визуально, так и на уровне машинных кодов соответствующих символов. Однако, если отношение сравнения игнорирует факт различия верхнего и нижнего регистра, то две строки, которые совпадают с точки зрения самого состава букв, цифр и знаков пунктуации, будут между собой неразличимы. Такая неразличимость и объявляется эквивалентностью по конкретному отношению. Заметим, что просто эквивалентности в широком и обобщенном смысле не существует, по крайней мере, в контексте нашего текущего обсуждения. С другой стороны, равенство можно рассматривать как особый случай эквивалентности. Элементы, равные друг другу, всегда эквивалентны. Обратное же неверно. Используемые обобщенными алгоритмами STL отношения сравнения не всегда могут быть столь простыми, как отношения больше или меньше на арифметических типах. В этом смысле формирование кода, который мог бы определять и вычислять обратные отношения, может оказаться нетривиальным занятием. Но даже в том случае, если это будет проще, чем нам представляется на первый взгляд, такое занятие является довольно неблагодарным. Причина этого заключается в том, что существует простой рецепт моделирования обратных отношений, который, кстати, рекомендуется самими разработчиками стандартной библиотеки шаблонов. Идея, которая заложена в данный рецепт, крайне проста и следует формальному математическому определению обратного отношения. Действительно, для того, чтобы смоделировать обратное отношение при наличии кода основного или прямого отношения, достаточно поменять местами операнды этого отношения. Например, так, как показано на данном слайде. Предложенная здесь реализация операций больше основана на том, что в качестве формальных параметров мы принимаем два аргумента x и y. Однако в тексте тела этой функции мы работаем с отношением меньше. То есть с основным отношением при этом первый формальный параметр становится правым операндом, а второй — левым. Такой подход отличается существенной эффективностью и действительно может реализовываться как встраиваемая функция. Независимо от того, какой конкретный тип имеет возвращаемый ею результат. Однако пришло время перейти от общего рассмотрения ландшафта обобщенных алгоритмов STL к конкретным примерам. Обратимся к алгоритмам сортировки. В составе STL предлагаются целых три алгоритма сортировки, и это, вообще говоря, не случайно. Архитектурный выбор всегда является сложным делом, и предлагаемое меню сортировок лишь подтверждает этот тезис. Разработчики библиотеки учитывают максимально широкий спектр потребностей программистов-пользователей и предлагают варианты, которые могут как адаптироваться к предлагаемой дополнительной буферной памяти, так и формировать, к примеру, упорядоченные поддиапазоны внутри сортируемого контейнера. Наконец, рассматриваемые алгоритмы отличаются тем, что являются стабильными и нестабильными. Стабильность сортировки означает сохранение взаимного расположения эквивалентных элементов. В свою очередь, нестабильная сортировка не гарантирует, что эквивалентные по отношению сравнения элементы останутся на прежних местах по отношению друг к другу. Также, следуя ранее упомянутому принципу учета максимально широкого спектра потенциальных потребностей программистов, стандартная библиотека шаблонов предлагает обобщенные алгоритмы для работы с множествами, как они определены и известны из теории множеств, а также структурами типа MaxHib. Тем из наших зрителей, кто не знаком со структурой MaxHib, мы настоятельно рекомендуем с ней познакомиться. Однако, с сожалению, отмечаем, что глубокое погружение в проблематику структур данных находится за пределами нашего видеокурса. Завершая наш разговор об обобщенных алгоритмах STL, остановимся на одной из самых малочисленных, но от этого не менее интересных категорий на алгоритмах на числах. И прежде всего рассмотрим алгоритм обобщенного накопления, или, точнее говоря, ту математическую модель вычислений или толкования операции, которая стоит за соответствующим алгоритмом accumulate. Эволюция представлений о том, что такое обобщенное накопление, можно проиллюстрировать примером расширения и развития математических представлений школьника, а впоследствии и студента. Решая задачу сложения ряда чисел, школьник может сначала оперировать двумя или тремя или пятью значениями, количество которых будет известно ему заранее. Постепенно придет осознание того, что количество членов ряда может быть произвольным и известно не в момент постановки задачи, а только в момент решения. Таким образом мы приходим к сумме n элементов, где n заранее не определяется. Следующий уровень обобщения достигается в старших классах средней школы и состоит в том, что складывать члены ряда можно не только между собой. Можно дополнительно принимать во внимание результаты предыдущих вычислений, интерпретируя полученную сумму как одно из слагаемых некоего большего вычисления. Так мы приходим к тому, что на данном слайде показано как слагаемое или оперант а. Слово оперант в данном случае не случайно. Дело в том, что от операции сложения мы можем перейти к произвольной алгебраической операции, которая удовлетворяет минимальному набору требований и вообще говоря может не иметь никакого отношения к привычному арифметическому сложению. Действительно для того, чтобы выполнить операцию обобщенного накопления, достаточно располагать некой бинарной операцией, которая, например, является левоассоциативной и замкнута относительно того множества значений, на котором она определена. Это дает практическую возможность использовать алгоритм accumulate не только для расчета суммы, но и для вычисления произведения членов ряда с учетом, конечно, возможности более вероятного переполнения. Применение accumulate для расчета суммы и произведения, конечно, сопряжено с некоторыми нюансами. В частности, если мы не используем оперант a, то в случае суммы он должен быть равен нулю, а в случае произведения единицы. Так или иначе, ноль для сложения и единица для умножения играют роль нейтрального элемента данной операции. Рассуждая здесь о нейтральных элементах и алгебраических свойствах некоторых абстрактных операций на числах или числоподобных объектах, мы и достигаем того уровня массовости и обобщения, которое ставили своей целью разработчики библиотеки STL. К сожалению, аналогичный уровень обобщения в силу самого характера реализуемых операций не применим для двух следующих алгоритмов на числах, математическая модель каждого из которых представлена в правом столбце таблицы. Тем не менее, о достаточно высоком уровне обобщения можно говорить применительно к последнему алгоритму, название которого inner product переводится с английского языка как скалярное произведение. Согласно общепринятому определению, скалярное произведение векторов именно на векторах и определена данная операция суть сумма попарных произведений координат двух векторов. Однако, забавой ради, в начале своей известной работы, посвященной библиотеке шаблонов, разработчики STL предлагают посмотреть на обобщенный алгоритм inner product иначе и рассматривать его как результат применения любой произвольной бинарной операции, отвечающей ряду требований по отношению к результату предварительного применения какой-то иной, а возможно и той же самой операции по отношению к паре значений в составе соответствующих контейнеров. Такая логика позволяет им перейти, например, от суммы произведений к произведению сумм. Конечно, произведение сумм не имеет того физического смысла, который характерен для классического понимания скалярного произведения векторов, однако сама принципиальная возможность такого обобщения ситуации применения рассматриваемого алгоритма уже позволяет говорить о том, что это достойно внимания. на основе на основе на основе сравнение Продолжение следует...